Всем привет, мои сладкие малыши! И сегодня у нас с вами будет такое видео, о котором я даже не могла подумать, что оно будет на моем канале так скоро. Но на самом деле прошел уже, наверное, целый год с момента последнего видео аналогичного формата. Весь мой дилет, он именно в этом. Лиса, ну когда же будет проверка лайфхаков из тиктока с макияжем? Лиса, ну когда же будет проверка макияжей, лайфхаков и тикток? Сегодня проверка лайфхаков из тиктока. Боже мой! Тикток это какая-то просто всепоглощающая машина по поглощению твоего внимания, потому что я не понимаю, как это работает. Я захожу в тикток, я не могу остановиться. И все. Я не знаю, что хотела сказать. Наверное, то, что я не могу остановиться. Лайфхаки из бьюти тиктока, ура! Именно сегодня мы с вами будем их проверять. Со всей жесткостью, со всей дерзостью, со всей честностью. Облегчала ли эти лайфхаки нам жизнь или это так, чисто всякая хрень для набора просмотров? Кстати, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я бы хотела много просмотров, но кто бы не хотел. Посмотрим первый макияж. Я, честно говоря, очень дизапоинт, потому что мне просто катастрофически большое количество людей присылали этот макияж. И я не понимаю, а в чем прикол. Она просто покрыла себя красной помадой, а потом сверху наложила обычный тон. Берем красную помаду, наносим себе на щеки, скулы, на лоб, на нос, растушевываем, растушевываем. Потом добавляем контуринг, там типа подскладка из консилера. Ура, вау, класс, красивое лицо. Тональненько покрывай, да будет, да будет, да и вау, ура, вот ты сияешь, как звезда. Пока. Так выглядит это лицо, которое смотрит на вас сейчас. Уничтоженное, разбитое, недовольное и очень усталое лицо. Давайте представим, что я перенеслась в какой-то момент в будущее, и сейчас я буду сама с собой дискутировать. Так вот, сама с собой я, только через 15 минут, каковы твои ощущения, твое лицо стало безумно, мега офигительно классным или нет? Если ты увидишь свою кожу, ты будешь крайне сильно возмущена тем, насколько она у тебя в плохом состоянии. Ну что сказать, сама с собой я себе плохие советы из будущего точно не даст себе в прошлом. Давайте сделаем уже лайфхак. Понш, мокрый. Супер-мега-алая помада. Неау, мам, дьяволица. Этот дьявол плоховыгляденее. И теперь мы супер-мега-алой красной помадой делаем вот такие вот узоры на лицо. Какая она нежная. Думала, она более сухая. Растушевываем. Как неприятно растушевывать помаду по лицу. Моя кожа стала лучше или выглядит так, как будто я очень плохо обгорела? Добавляем консилер прямо на эту красную хрень. Это что-то мне подсказывает, что мы просто страдаем какой-то хуир-генью. Добавляем на лицо тона и рассчитываем на то, что стала немовка. Какой красивый девушка. И еще красивее, чем тот спелый персик со спелой ветки. Ок, лайфхак выглядит так. Ну, как вам сказать, смотрю на себя в зеркало, и я вижу чела, у которого явно проблемы с подбором тона, потому что тон розовый. А еще абсолютно все проблемы на коже видны. Теперь я знаю, что у меня, ну, очень много всяких вот таких вот штук на коже, которых я никогда до этого не видела, а сейчас я еле сдерживаю себя от того, чтобы не закончить видео и не пойти их добить. Да, я знаю, что это плохо, но как я могу от этого остановиться? Я не знаю, как остановиться, да, и прыжи. Я в шоке с себя. Как я довела свою кожу до такого? Ребят, никогда не делайте этот сраный лайфхак. Я проснулась, у меня кожа просто пошла по одному месту. Она буквально у меня вся в прыщах, вся в раздражении. Все зацвело, вот вся та зона, которая была подвергнута этому красному, блин, макияжу. Это просто катастрофа. Не делайте, не делайте, я прошу, не делайте этот макияж сраный. Наберешь консилеры, так намазываешь себе на бровь, полностью покрывай бровь консилером, растушевывай яйцом, добавляй ваши тени, тенюхи. Класс, тени, супер, вообще зашибись, ну лайфхак такой, да. Мам, я бровь накрасила, мам, растушевываем. Теперь осталось самое сложное, найти эти тени для бровей, которые мы с вами используем, которые я использую, и покрываем дальше ими бровь. На этой брови я делаю консилер, а вторую решила оставить без этого лайфхака и сравнить. Ок, предположим, так выглядит бровь с консилером. То же самое сделаем со второй, только без консилера. Пойнт в том, что когда ты на консилеры накладываешь тени для бровей, я не знаю, как с другими средствами сработать или нет, тебе легче просто распределять и растушевывать как будто тени. Но, видимо, тут работает тот же самый принцип, что и на глазах, когда мы на глаза наносим подложку из того же самого консилера. В целом, разница какова, разница такова. Кстати, еще как будто более естественно выглядит эта бровь, хотя они абсолютно одинаково сделаны. Реально работает. Блин, вот что должно было пойти не так с этим миром, что когда ты видишь лайфхак, который реально работает, ты удивляешься этому. Это же странно. Сейчас мы будем делать с вами проверку контринга на микро, маленький, супер классный, узенький нос. Берем, короче, кисть и рисуем контрингом вот такую вот замысловатую схему. Здесь лучше будет поставить на стоп-кадр, потому что иначе ты вообще ничего не поймешь. Рисуем так, как будто мы в художественной школе и нас готовы сейчас выгнать, так поэтому стараемся, стараемся. Помните, у вас нет шанса на ошибку. Берем влажный спонж, влажным спонжем растушевываем, добавляем бейкинг. Бейкинг всегда хорошо выглядит, как пыль на носу. И дорисовываем еще раз с сухим корректором, ведь тем влажным ни хрена не получится. И да, еще раз и смахиваем бейкинг. Так, и теперь хайлайтер туда-сюда и ясс. Посмотрим, что это выйдет, потому что очень часто у контринга есть такая проблема, что ты вроде как пытаешься сделать свой нос, а по факту у тебя получается нос в два раза больше. Какой грозный человек. Мы рисуем прямую. Иногда смотришь какое-нибудь видео и думаешь, блин, как это просто сделать? Потом пытаешь что-то там повторить, и оказывается, что это вообще не так просто, как казалось бы. Рисуем треугольники. Подводим кончик. Делаем как будто построение в художественной школе. А теперь она растушевывает это все бьюти-блендером. Господи, боже мой, это даже звучит странно. Реначим, бейкинг. Бейкинг в любых ситуациях, хреначим. Мягенько кисточкой проходимся по всем тем линиям, которые тут еще в очертании есть. Ждем еще несколько минут. Блин, на самом деле это такой кринж, потому что я вот реально не понимаю, где учиться макияжу. Я столько сделала ошибок вообще во всем, чтобы научиться нормально краситься. Я не понимаю. Я присмотрела миллиард туториалов, я присмотрела миллион блогеров, тиктокеров, кого угодно. Вот вроде тебе что-то все показывают, и вроде у них получается классно, а ты это повторяешь, и у тебя ни хрена не получается. Почему я себе этим голову сломала, пока не дошла до того, как ну типа красится, и даже когда я теперь подругам что-то объясняю, или на ютубе что-то рассказываю, у людей это получается. Я просто не понимаю, это я хорошо так объясняю, или это люди, которые другие так плохо объясняют, или мы просто какие-то люди, которые не могут воспринимать информацию, если она не подана моим языком. Хотя, знаете, это звучит очень странно. Вот банальный пример того макияжа, который я придумала, да, я придумала, может быть, это существовало доранее, но я это придумала. И, короче, когда я придумала, как делать реалистичный ожог, я сняла этот тикток. Сейчас я покажу вам, как делать максимально реалистичный ожог, если у вас нет кипятка. Делать гораздо проще, чем вы можете подумать, и чем кажется на первый взгляд, но при этом это выглядит гораздо лучше, чем просто замазать здесь красным. Это клей, клей наш друг, это лучше, чем кипяток. Красно-коричневыми тенями рисуем там, где будет наш ожог. Не забываем про верхнее и нижнее веко. Кусок туалетной бумаги. Разумно маленькие странные кусочки. Как-то так. Наносим клей туда, куда будем клеить наши куски. Главное, глаз не попадите. Клеим. Еще раз проходимся клеем. Мокрый спонж, плюс красно-коричневые тени. После того, как я сняла этот тикток, я увидела просто огромное количество косплееров в моей ленте, которые реально стали делать себе такой шрам. Как я поняла, что они делали, по-моему, туториал, но, во-первых, я видела их в комментариях, а, во-вторых, я смотрела их ленту типа до, и там до этого видео делали просто серо-красными тенями, потом стали делать, как я делала. Это было очень-очень-очень-очень-очень в большом количестве в тиктоке. Как бы я не понимаю, почему такой сложный макияж у меня получилось объяснить, и люди его поняли даже с первого раза, и мне потом об этом многочисленное количество люди писали. Но когда тебе показывают просто, блин, как нарисовать бровь, ты не можешь это понять. Да почему вы не можете объяснить нормально, как нарисовать бровь, или там, не знаю, тон? Ладно, извините, не то чтобы я такой классный мастер-объяснений, просто сгорела. Я не знаю, зачем я это сделала, я не знаю. Смахиваем. Ну, если вы хотите эффект переломанного носа, потому что нарисовать, если у вас только не идеальная кость, ровно у вас будет занимать огромное количество времени, то да, этот метод, в принципе, ничего такой. Но если вам такой нос не совсем нравится, то, ну, пожалуй, я бы отказалась. Блин, что с моим носом? Кажется, что я его куда-то перекосила, причем очень сильно. И вот казалось бы, да, она там что-то показывает, что ты там делала, сделала миллион одно движение, нахрена ты сделала миллион одно движение, ради чего у тебя в итоге получился нос, который, может быть, приколдосно смотрится в тиктоке с лайфхаками, но в жизни, даже если бы вот это не было бы каким-то кривым, сяким и непонятно куда уехавшим, это выглядит как просто жесть. Это кошмар, это похоже на мой вот этот вот макияж, который я делала тогда, когда я реально пыталась научиться у других блогеров, и просто такая, типа, вот так вот увидела. Нет слов. Теперь лайфхак, который я имейджин, чтобы просто повторился, потому что давайте посмотрим вместе на этот невероятный красотный макияж. А берем, значит, консилер на всю веку, намазываем, берем коричневые тени, коричневыми тенями, пока ансилер проходим сюда среди глаз, давай, давай, делай, делай, красиво получается. Берем, короче, какие-то тенюхи металлические, покрываем, красиво красим ресницы. В самом начале рисуем форму глаза, а-ля я киска-тигритская. Кстати, пока я делаю этот макияж глаз, мне очень интересно послушать ваше мнение на тему того, у вас когда-нибудь были дурацкие ситуации из серии, вот вы накрасились как-нибудь ярко, у вас какие-нибудь косые взгляды когда-нибудь делали, или какие-то комментарии, может быть, о том, что вы женщина, шелый АВА, вот, или шелый ЮХА, ну, такие вот варианты, вы когда-нибудь слышали в свой адрес? Я, чему очень сильно удивляюсь, но иногда у меня бывает так, что даже я вот выложу какой-нибудь яркий образ у меня в инсту, и в интернете умудряются какие-то люди писать о том, что я накрасилась как какая-то такая вот шибы АЛДА, и я такая, блин, тетя, ну как бы, или дядь, в душе, конечно же, и мне отвечают, понятно, я думаю, что, ну, как бы, а это что, маркер, что ли, какой-то, макияж, он выдает, типа, представителя какой-то профессии, а так можно было просто, а если я хочу быть ученым, как я должна окраситься, чтобы люди думали, что я ученая, вот, а как я должна окраситься, чтобы люди думали, что я представитель полиции, а если я хочу, чтобы люди думали, что я президент, вот мне как нужно краситься? Я считаю, что вот эта вот ненависть, которая основывается на внешних каких-то проявлениях себя, это такая дичь, я считаю, что такие негативные любые мнения, которые несут в себе изначально какой-то плохой посыл о том, что человек какой-то не такой, только на базе того, какой у него макияж, или как он надевается, это просто устаревший бред. С этим определенно точно нужно бороться, потому что это очень сильно мешает самовыражению, это очень сильно мешает людям чувствовать себя на 100% счастливыми. В общем, я это не поддерживаю, я там еще долго болтала, это на отдельное видео хватит. Может и сниму. А пока продолжаем лайфхаки. Где-то до середины глаза. Мой вердик тем, кому нравится этот макияж, кто хочет что-то повторить, сразу просто скажу, вы очень сильно задолбаетесь, если у вас нет миллиона и одной кисти, то, в принципе, вы этот макияж будете делать миллион и один год. Поэтому у вас или целая куча кистей, которые позволят вам сделать цвет ровно и красиво, нарисовать графичную форму, не зафокапить вот это вот все, или у вас ничего не получится, вы просто убьетесь. Но пока мне нравится. Несмотря на то, что я с этим прогеморройлась, потом нужно будет поправить, мне нравится. Ничем не могу помочь, давай сдадимся и умрем. Зачем просто это миллион лет хреначить кисти, если это за 2 секунды делается пальцем? Вот я не могу понять, зачем это все. Ну, что сказать, выглядит ли это прикольно? Определенно, да. Было ли это легко сделать? Определенно, нет. Можно ли это считать лайфхаком? Я немножечко напомню, лайфхак это та штука, которая, по идее, упрощает нам жизнь. Лайф, типа жизнь, хак. Взломать жизнь, то есть сделать ее проще. Нет. Это просто техника макияжа, которая имеет право на существование. Но какое отношение это к лайфхаку имеет? И я хоза, потому что, ну, здесь нет никого лайфхака. Здесь просто куча геморроя. И сейчас еще миллион лет все чистят, чтобы было нормально. Я почище и вернусь, потому что мне нравится, как это тени. Закончим макияж глаз и приступим дальше. Берем вот такой металлический палка, на нее нафигариваем консилер и прикладываем к лицу штампи, выснушки. Получается, выснушки класс, очень естественно, натурально, красиво выглядят, все, завидую. В повседневной жизни я очень люблю выснушки. Я прям суперчасто их рисую. И вот этот лайфхак, мне кажется, прикольно. Мы с вами набираем на палку для удаления кутикулы корректор. Херачим на факт с бакугой. Херачим, херачим, херачим. И нет, мой корректор для этого, видать, не подходит, потому что у меня даже на этом этапе возникли проблемы. Давайте ради интереса приложимся. Ага, а так-то работает. Нет, что бы поделать. Давайте возьмем туда, если у меня корректор этот не подходит. Дефицит, возьмем, возьмем. Мажься. Мажемся. Оп, бля. Оп, 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 оп. Я бы сказала, что я думаю, но я думаю, мое лицо говорит куда больше. Ну почему? Ты еще в корректор BTS, святая вещь, дефицит. Переносись. У меня нет слов, чтобы объяснить, насколько сильно сгорело от веснушек. Все, давайте просто сделаем вот это, потому что это уже должно работать. Почему не работают сраные лайфхаки? Транзишн оля в тиктоке. Это был транзишн перерход с нога. Консилер берем на все губы, нанесем яйцом, растушаем по губам яйцом. Класс, вообще желтый теперь нанесем на губы и красный помада. А теперь берем блеск для губы и гандашиваем ее в ноль. Но зато красиво выглядит вроде на фотографии. Возвращаемся в консилер. Теперь на губы. Отвратительный консилер. Просто не ставьте белый-был-балик. А прикольно выглядит с консилером на губах. Такие прям белые губы приколосные выглядят. Я не могу понять, мне нравится или не нравится. Хорошо или плохо. Хорошо или плохо. Кто за хорошо ставит яйцо, кто за плохо ставит... Забейте. Наносим желтые тени. Берем красную помаду. Не растушевываем. Ну, это очевидный минус. Вся помада усралась. Но в остальном, посмотрите, как красиво выглядят губы. Кстати, у меня есть такая приколосная идея. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу брать ваши аккаунты. Я уже выбрала огромное количество ваших аккаунтов. Просто посмотрите на это. Их очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много. И я буду делать разбор ваших макияжей. Я буду делать типа критику, так что если вы хотите тоже критику вашего макияжа, чтобы я в следующем видео показала вам разные образы, которые вы сами делаете и переделала их, как их нужно делать, чтобы было вообще мега супер офигенно классно, то подписывайтесь на мой инстаграм и присылайте мне в директ вашу фотку. Не макияж, а какая-то позиция.